значит вот как тут в салоне компрессор разместил под водительским сиденьем значит вот здесь вот был выведен манометр слежу за давлением манометр это из-под него пистолета для подкачки шин значит вот вывел тоже это быстросъем это у меня идет напрямую от ресивера в машине у меня будет лежать шланг с пистолетом для подкачки шин надо в пути где-то подкачать колесо так ну всегда есть сжатый воздух и пошел там накачать что-либо тоже колесо тут же матрас так расскажу систему значит у меня от значит вот компрессора вот компрессора идет вот трубка значит вот компрессора вот идет трубка идет туда под нищем сразу же под полом идет обратный клапан обратный клапан нужен для того чтобы не создавал давление когда выключен компрессор самому компрессору значит после обратного клапана идет крестовина вот уже чуть чуть дальше вон соединение видно то это тройник то что я там говорил ну получается от крестовины идет 11 шланг на вот эту вот вот этот тройник тройник он соответственно пошел туда на манометр а это на вот этот быстросъем ну как то так в общем за компрессором там я себе вы сделал подключение вывел провода подключил я компрессор через предохранитель двадцати пяти амперный ну вот допустим у меня давление упало вот кнопочка я включаю и давление нарастает относительно быстро накачивает тот фреоновский баллон до 6 атмосфер вот какая ситуация у нас под машины вот стоит ресивер это ресивер из-под фреона значит вот наварил крепление сейчас он просто он находится под водительским огнем под пассажирским сиденьем впереди с этой стороны он тоже крепление тоже наварено было крепление так вот он соединен дальше как вот по той схеме которую я приложил от от ресивера идет на крестовину вот стоит крестовина далее вот там он стоит обратный клапан и выше уже пошло на компрессор вот этот который вот этот шланг от крестовины это у нас пошел туда тоже в салон и сразу на выходе там стоит тайник тайник получается уходит на манометр поздравнему тройник идет на на манометр другой на быстросъем для там тоже я показывал как бы дальше у нас от крестовины вот уходит еще еще одна шла на это у нас пошла на электромагнитный клапан туда вот глуп она короче уходит этот шланг уходит так вот здесь вот я разместил электромагнитный клапан конечно было тяжело место ему найти но пришлось выварить такую как ну как удлинитель конструкция на которой он уже крепится а сама вот это вот как конструкция крепилась при помощи болта которым прикручивается бачок охлаждающей жидкости значит вот там вот снизу снизу подходит к этому электромагнитному клапану там у него вход кислородный шланг на входе кислородный шланг уже на выходе я уже пошел обычным прозрачным шлангом меньше меньшего внутреннего диаметра далее он пошел вот сюда вот под решетку радиатора ну и там там у меня между дудками стоит тройник установил я его тройник и уже от тройника пошла на одну дудку на вторую дудку так сейчас я покажу как как звучит сейчас сигнал после моей переделки вот это родной сигнал это родной сигнал это дудка а а а а а а а а